Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 18 марта. И вот продолжая тему рассады, то есть недостатка рассады, я сейчас хочу поговорить о нескольких факторах. Вот тут я выставила и те, которые вытянувшиеся, и те, которые не вытянувшиеся, и вот такой маленький. Сейчас будем каждый отдельно, как сказать, каждый недостаток рассады обговаривать. Потому что сейчас приходят ко мне и на почту, и в комментарии на YouTube очень-очень много вопросов именно по состоянию здоровья. И люди не знают, по состоянию здоровья рассады, люди не знают, в каких случаях нужна подкормка, а в каких нужно просто переждать. Сейчас начнем с самого простого. Пришел комментарий. У меня рассада листья не темно-зеленого, а салатового цвета. Нужно ли их чем-то подкормить? Что сделать? Это очень часто распространенный вопрос, и вопрос, на который хочется где-то прям объявление повешать один раз и навсегда. Если у вас рассада листья томатов салатового цвета или чуть бледно-зеленого цвета, не нужно ничего предпринимать, никаких подкормок. Возможно, дело не в этом. Вот сейчас я вам покажу. Я еще там написала, ну, в ответ к этому комментарию, что жаль, что вы не указали сорт и не указали все листья бледно-зеленого цвета или выборочно. Вот смотрите, рассада ведь разные сорта томатов имеют совершенно разные расцветки листьев. Если вот эти я показываю, которые толстоножки, они прям, ну, изумрудно-зеленый цвет, даже при такой низкой освещенности, вот как сейчас при зимнем выращивании, то есть томаты, вот которые, видите, на его фоне он кажется вроде бы цвет совсем другой. Другой оттенок цвета, и его даже можно назвать, да, бледным каким-то салатовым цветом. Смотрите, какой тот и какой этот. Это не значит, что он стоял где-то, ему света не хватало или питания не хватало. У него такой цвет вообще всегда. И даже если вы его подкормите, может быть, он растолстеет, может быть, он чуть как-то видоизменится, но он никогда не будет изумрудно-зеленым, как тот, потому что он таким и не должен быть. Так, первый фактор рассмотрели. Возможно, у вас бледно-зеленые листья от того, что, ну, просто сорт с таким, с неярко выраженным оттенком зеленого. Но есть, когда листья действительно желтеют, не только бледнеют, но прям желтые. И тут опять нужно рассматривать, если вот посмотреть, вот возьму, смотрите, тут надо опять рассматривать, все ли листья у вас желтеют или желтеют те, которые старые первые, вот эти вот. Я сейчас буду во время перевалки в большой стакан, я буду этот лист убирать и буду заглублять, даже, возможно, два листика. И если эти листья старые, желтеют, я не обращаю на них внимания, все равно при высадке в открытый грунт, большинство из нас мы заглубляем томаты, эти листья, они уйдут у нас, все. Главное, чтобы вот эти, которые, листья молодые появляются, они были, ну, такой зеленой расцветки, характерны для данного сорта. Вот видите, у меня вот здесь вот тоже валялся зеленый листик, он даже опал, потому что он соприкасался с землей, вероятно. Ну, что-то. Я смотрю, корневая система хорошая, новые листья нарастают, хорошие, ярко-зеленые, значит, это не повод беспокоиться. Все, обговорили еще, потому что, когда у меня спрашивают, никто подробно не рассказывает, или нижние листья пожелтели, или все листья, или вообще. Причин-то ведь пожелтения листьев много. Вот первую я назвала сорт, вторая причина, могут желтеть старые листья, вот я ее вообще не, ну, как, не считаю серьезной причиной. Третья причина, конечно, это недостаток освещения, когда у нас в комнатных условиях освещения недостаточно, и рассада всегда бледнее. И такую рассаду, если выставляешь на солнце, она сразу моментально зеленеет, вот прям на глазах в течение одного дня. Но есть ведь более серьезные причины, от которых желтеют листья. Это или перелив, я уже говорила, тогда корневая система начинает давать сбои, листики желтеют, и рассада вообще может погибнуть. Но есть наиболее еще распространенные, это азотное голодание и недостаток железа. Когда железа не хватает, у нас тоже появляется у растений хлороз, но это очень сложно отделить одно от другого. Многие не могут понять, вот бледные листья, то ли не хватает азота, то ли не хватает железа. Я знаю, что у меня листья, если пожелтеют у томатов, это явно не азотное голодание, потому что я всегда в грунт добавляю много азота. Если пожелтеют, ну это, возможно, недостаток железа или чего-то. И когда спрашивают, нужно ли чем-то полить, нужно ли чем-то подкормить, я всегда против этого. Возможно, просто общее состояние, вот эта сухость воздуха в помещении, вот это вот как для них стресс выращивания в таких условиях, вот в наших комнатных, когда сухо, когда мало света, просто общий стресс растения. В этих случаях я всегда предлагаю, ну сделайте вы им какое-то опрыскивание, ну типа как витаминное. Вот я сегодня посмотрела, у меня вот с прошлого года остался, например, циркон, написано природный регулятор, индуктор болезни устойчивости. И тут по инструкции все, так сейчас, выделен из эхинацеи пурпурной, то есть это совершенно безвредный для растений продукт. Мощный индуктор болезни устойчивости, цветение, плодообразование, увеличивает схожие семян, укореняет рассаду, черенки, предотвращает опадение завязи и плодов, защищает от засухи, повышает устойчивость к грибным, вирусным, бактериальным заболеваниям. Короче, натуральный продукт, если вы даже не увидите никакого изменения, видимой пользы вы не увидите, но по крайней мере он не принесет никакого вреда. Тут все есть по инструкции. И когда я сегодня утром говорила про рассаду, рассказывала, что у меня вот рассада подвытянувшаяся, и кажется, может быть, кому-то она бледненькая, конечно, я могла бы исправить все это за 5 минут, я вот уже отвечала в комментариях. Сделать ярко-зеленую рассаду и толстую очень просто. Полей два раза мочевиной, там с перерывами в несколько дней, как многие и делают. И она у вас заиграет ярко-зелеными красками, она у вас растолстеет, она будет приятна на вид, но что с ней будет дальше, об этом никто не задумывается. И вы никогда не забывайте, что томата, ой, томата, томаты рассада, она боится, склонна к жированию, и возможно, сейчас подкормив ее для утолщения ствола или для ярко-зеленых листьев, вы испортите всю ее дальнейшую жизнь и уменьшите урожай. Вот, пожалуйста, есть безвредный тоже экологическое, органическое, живое земледелие, богатый микро, вот, железо и микроэлементы. Все вот эти микроэлементы, они все равно нужны. Можно сделать опрыскивание вот таким вот назначением. Обогащение микроэлементами, профилактикой, лечением болезней и хлороза, вызванного дефицитом железа. Если, например, вы подозреваете, что не хватает железа, можно провести опрыскивание вот таким. А вообще, пожалуйста, различные, как вам сказать-то, вот эпина я не нашла, у меня нынче нет, вот у меня остался эко-пин. Вот эта зеленая аптека садовода, те средства, которые являются именно биостимулятор, как регуляторами роста, возможно, что вот это вот то, что она бледненькая у вас, и то, что кажется, что листья не такого цвета, возможно, просто это вот от недостаточно хорошо созданных условий выращивания. Я сегодня утром уже говорила, у меня тоже в этом году условия выращивания были ужасные. Была жара, они все начали тянуться, вот те, которые высокорослые, не вытянулись только вот эти, которые по природе не вытягиваются никогда, вот эти толстоножки. А вот те, видите, которые ранний посев, видите, какие они уже высокие? И вот когда, глядя на них, некоторые говорят, что они тонкие, они должны быть толще, они не должны быть толще при зимнем выращивании. Обычно такая рассада и получается, без солнца, на жаре, в комнатных условиях. Сейчас можно сделать 2-3 опрыскивания вот таким каким-нибудь цирконом, эпином, экопином. И рассада выправится до высадки в грунт, мы ее как раз дотянем, а там ей ничего не нужно будет, никаких подкормок, ничего. С подкормками нужно быть осторожными. В следующем видео я сейчас расскажу, в каком случае нужны подкормки и какие.